большой всем привет у нас самом разгаре лета и вот эта игра которая появилась сейчас на столе настолько созвучно пришлась и начавшемуся лету и вообще как-то так по душе пришлась что мы всего лишь после двух партий мне не терпится снять ее правила и и летсплей на наш youtube канал поэтому сейчас будет у нас объяснение правил игры кланы каледонии и мы покажем как в нее играть а чуть позже будет соло вариант и игра живым игроком причем игра живым игроком будет уже с опытным потому что мы за эту неделю думаю наиграем не приличное количество партий и так вчера мы только ее распаковали и вечер вечером сыграли пару партий подряд в первой партии были ошибки 2 исправили и нам с женой очень понравилась эта игра мне хочется поделиться впечатлениями и вообще рассказать об этой нашей новинки и так кланы каледонии сюжет очень простой мы играем за кланы какой-то там средневековой шотландии которые занимались мирной торговлей и преуспевали то есть кто больше заработает тот и будет победителем то есть обычная евро игра на сельскохозяйственную тематику и при этом у нее есть несколько фишек необычных которых я не встречал в других настольных играх хотя очень много и заимствований вначале я хочу рассказать правила и примерно показать как она играется игра удивительна тем что в отличие от многих других евро игр она осваивается очень легко обычно у меня занимает это гораздо больше времени вчера я когда распаковал и коробку полистал правила попробовал поискать на русском языке но почему-то не нашел и думаю ладно вспомню свой английский начал читать правила и мне за все за полчаса чтения мне не понадобилось в общем-то даже заглядывать словаре хотя мой английский очень слабый то есть пару раз я заглянул узнать незнакомые слова и в принципе мне хватило английского чтобы прочитать и понять правила достаточно так скажем среднесложной игры если взять тех же dungeon pets которые мне до меня доходили правила даже на русском языке только с третьего раза то здесь я уже вперед чтение понимал как играть игра очень интуитивно понятно и легко к освоению на данный момент наверное из более менее сложных евроигр правила этой дались легче и или легче всего то есть не знаю как но она она кажется очень логично и очень понятно сейчас мы пройдемся по компонентам и компонентом игры и как не играть итак у нас есть три игровых поля 3 видами даже не поле поле то одно внутри игровых зоны и одна личная зона что у нас есть есть поле калейдонии шотландии где мы будем развивать наша наше хозяйство есть зона экспортного рынка где мы будем собирать товары чтобы отправить их в далекие страна страны и за это получить более редкие товары которые не растут у нас холодной шотландии то есть будем менять молоко пшеницу и так далее на сахарный тростник на табак на хлопок то есть то что не растет в холодном климате мы будем получать из дальних стран и есть поле местного рынка где можно свободно торговать теми продукт той продукции которые мы выращиваем то есть если кто-то допустим выращивает много молока он может его продать а у кого его нет он может его купить и каждая каждая ваша так скажем предложение или покупка она влияет на стоимость товара это очень интересная механика в этой я в других играх не встречал хотя более более так скажем специалисты в настольных играх сразу же поправят и скажут что видели в такой-то и в такой-то но я не встречал и мне это очень нравится то есть действие игрока влияет на спрос и предложение на стоимость товара иногда это очень можно хорошо использовать прямо в процессе игры то есть это в принципе почти единственное взаимодействие с между игроками остальном каждый копается в собственном огороде но допустим если вы смотрите еще и за другим вы можете посмотреть что ему не хватает и раз и взвинтить цену на этот товар ну это уже думаю для опытных игроков первые партии придут в полна полностью в компании со своими хозяйством и так это три элемента игрового поля дальше идет наш личный планшет у каждой у каждого клана есть свое вот изображение название клана со своей личной особенностью например мы будем сейчас для пробы играть за два клана за робертсонов и кунинкомов у одной есть способна способность продавать молоко за восемь независимо от количества то есть допустим на рынке молоко у нас стоит 5 и чтобы она бы стала стоила 8 8 это надо взвинтить цену что очень сложно а этот клан может его всегда подавать по 8 не знаю как ему это удается но тем не менее и клан робертсона у него есть особенность что он может строиться в устьях реки вот пусть и реки это то место где река втекает в океан в озеро и так далее в устьях реки можно строить со скидкой то есть допустим я здесь вообще могу бесплатно построить здесь могу построить за три то есть на поле монетка с из красной цифрой всегда изображает это то что мы должны заплатить монетка с черной цифры это то что мы получаем тут есть черные сейчас я попробую показать крупнее допустим если у нас выставлен рабочий вот голый планшет по нему пройдемся здесь черным циферки с черным это то что мы получаем красным это то что мы должны заплатить на поле игрока есть несколько зон первая зона эта зона наших рабочих чем больше мы выставляем рабочих то есть горняков и дровосеков тем больше у нас будет доход то есть если мы дойдем до суда у нас будет в год 24 монеты есть 32 здесь идут постройки и поля то есть можно допустим засадить поля и тогда когда откроется это значок мы будем получать две пшеницы в урожай плюсик означает то что мы получаем соответственно здесь можно получить будет буханку хлеба единицу хлеба здесь виски сыр молоко и шерсть с этим понятно очень механик очень мне понравилось что ты сразу видишь сколько ты чего получаешь вот здесь вот видите заполненный планшет когда мы выставляем это на поле допустим вот так стоит у нас нам не надо считать что там какие у нас фишки выставлены мы просто здесь прямо на планшете видим что мы получим получим молоко сыр вернее возможность превратить молоко в сыр и возможность пшеницу превратить в хлеб все очень наглядно и чем больше мы выставляем тем больше как ресурсов можем получить в фазу производства то очень хорошая механика очень своеобразная дальше внизу идут все возможные бред их всего три то здесь мы можем купить себе торговцев потому что суда на рынок мы не можем сходить просто так мы должны отправить туда нашего торговца то есть допустим если мы хотим купить сыр мы должны отправить два торговца когда мы можем купить два кусочка сыра не знаю там в каких единицах килограммах там или этих вагонах тем не менее 2 2 фишки сыра соответственно если мы хотим продать что-то если у нас есть лишнее молоко мы можем отправить сюда и продать два молока или одно молоко но торговца вначале остается всего два это маловато и здесь мы можем в нижней части мы можем заплатить четыре монеты и получить торговца до пяти торговцев еще то есть 7 торговцев всего в игре можно получить следующий апгрейд это апгрейд навигации мы можем перемещаться по землям с определенными правилами когда у нас стоит наша навигация на нуле мы можем ставить фишки только рядышком друг с другом то есть допустим если у нас есть здесь рабочий то мы можем поставить следующее следующее здание или засеять засеять пшеницу например здесь мы не можем потому что река мы настолько не умеем ходить по местности что даже реку не можем пересечь то есть на на минимальной на минимальном уровне навигации мы можем строить только вот рядышком здесь здесь то есть вокруг уже имеющихся фишек как только мы продвинулись мы учимся переходить через реки то есть если у нас уровень навигации 1 то есть можем можем уже вот так построить рядышком через речку если у нас уровень навигации 1 2 3 4 это количество озер через который мы можем строить соответственно если у нас допустим есть максимально продвинутая навигация то мы можем построить отсюда аж сюда то есть раз два три три озера раз и построили здесь это единственный способ распространяется по карте через сложные как бы распространяется по-настоящему по карте потому что нельзя строить никогда даже если у вас навигация на максимуме нельзя например вот так построить то есть через незанятый участок поля а вот через водные препятствия вот так можно это очень необычная механика как бы она может быть не совсем жизненная то есть почему бы например в реальной жизни не взять шотландцу и не построиться здесь они рядышком но тем не менее в игре это очень важная механика чтобы распространять свое влияние и количество поселений по карте то что если как бы без этого правила там она бы просто разрасталась одно большое поселение а в конце очки учитываются еще за распространенные поселения но об этом позже и так это была навигация то есть мы чем больше продвигаемся то есть если допустим у нас есть навигации на два озера то мы можем отсюда сюда построиться если на 3 то отсюда сюда и на 4 на максимум это не знаю даже в какой ситуации тут таких озер и нету на этой карте в данном случае но карта модульная то есть можно переворачивать и там немножко карта меняется и так это у нас апгрейд навигации и последний апгрейд что у нас есть это апгрейд наших работников можем за десяточку либо за пятерочку если нам выдаст выдастся какой-то бонус перевернуть фишку очень забавно стоит то есть допустим у нас есть топор и мы видите стрелочка показывает какой мы доход получаем то есть слева но если мы купим за десяточку пилу то стрелочка будет уже указывать на вторую цифру и то есть мы было бы им получать доход ощутимо больше то есть вот эти два апгрейда они просто меняют столбик из которого мы будем брать денежки и так это все что есть у нас здесь и здесь а еще не забыл помимо планшета игрока есть еще одна коробочка для экспорта здесь мы можем брать контракты которые будем выполнять сейчас я начну заполнять как бы для начала игры и вы поймете что это и зачем и так завали за вариативность игры отвечают несколько элементов во первых это кланы кланы игры их семь штук и у каждого свое какое-то свойство принципе интересно будет научиться играть каким-то всеми попробовать разные стратегии в зависимости от особенностей клана у каждого своя стратегия например у этого клана и очевидная стратегия что нужно заниматься молоком и превращать его в деньги на деньги делать выполнять контракт и побеждать этот самый странный как бы я не понимаю особо смысла от этой фишки то есть ну ну дешевле здесь строить да ну как бы ненамного игры при игре два человека скидка всего два две монеты то есть сложно я за него буду играть так и за вариативность игра отвечает во первых типы кланов которых немного но прилично например вот этот клан стерта за которыми интересно будет попробовать может быть на на этот сплее уже реальном у него кажется очень крутая фишка то есть он получает во первых три торговца сразу же в начале они два плюс у него идет за каждую продажу плюс одна монета ну правда за покупку минус плюс еще к навигации то есть мне кажется ну вот очень крутая фишка или допустим вот клан вот этот у него есть возможность два экспорта делать а не один то есть так кладется вот так и у него получается два места для экспорта ну не знаю насчет баланса посмотрим уже в процессе большого количества лиц п насколько сбалансированы эти рекламы во всяком случае есть в планах в правилах есть ремарка что вы можете просто играть без этих свойств то есть просто брать картинки и не обращать внимание на них свойства чтобы уравновесить игру и так за первое вариативность отвечают кланы второе это контракты которые выпадают случайным образом вот у нас такой органайзер очень получилось удачно совсем маленькая коробочка в которую влезли в общем-то все компоненты необходимые то здесь контракты на порты ходы и ресурсы то есть очень удобно так вот мы берем начале игры раскладываем случайным образом из стека контрактов 6 лет для двух игроков берется вот это поле с минимальным количеством контрактов и выкладываем контракты на экспорт так как они выкладываются случайным то это тоже сказывается на вариативности очень серьезно какие выпадут на какие нужно ориентироваться что такое контракт у контракта есть две части поля слева это то что вы должны сдать так скажем в банк чтобы выполнить этот контракт справа вы то что вы получаете ну грубо говоря если вы сдадите одну шерсть 1 буханку хлеба и виски то вы получите 2 2 единицы табака и 4 единицы хмеля это экспортные товары которые не растут шотландии то есть выгодно после выполнения то есть вы можете взять контракт и вот этот место на поле она занята именно контракта пока у нас он у вас есть вы не можете взять другой пока вы его не выполните иногда это очень тормозит игру например вчера я попробовал взять неудачный взял неудачный контракт и он у меня висел несколько ходов тормозя развития из-за того что я не мог его выполнить после выполнения найдет к вам и участвует уже в подсчете победных хочу очков потому что победные очки начисляются в том числе очень большую часть их начисляется за экспортные товары лимпа импортные наверное в данном случае потому что мы их импортируем а экспортируем ну ладно не буду путать и не буду путать и так это важные товары то есть за них потом начисляются очки это выгодно превращать наши производимые на нашей ферме на редкие товары то есть это такая вот механика за это тоже увеличивает вариативность потому что каждый раз они новые их достаточно много следующим есть условия подсчета очков вот есть такие щиты их 9 штучек используются в каждой игре только 5 они тоже перемешиваются и выкладываются рядышком с вот таким образом при том открыто то есть мы всегда знаем за что нам будут начисляются промежуточные очки так выложили что это означает в игре всего 5 туров за которые и отвечают вот эти щиты то есть они их символизируют 1 2 3 4 5 и в конце каждого тура будет подводиться промежуточный подсчет победных очков и именно вот эти щиты азны показывают за что мы их будем получать допустим в первом туре показано что за каждый обычный товар за молоко шерсть или треницу мы получим одну победночку то есть понятно что первом туре логично и выгодно набирать побольше имеющихся этих товаров чтобы их конвертировать в победночки причем их не отдаем они просто просто будем продвигаться по по треку победных очков соответственно на втором будет за все вообще за все любые товары начисляются за на третьем за за мясные на четвертом только за экспорт и на пятом за количество рабочих которые вы выставили на поле что тут еще есть вот за апгрейды допустим количество апгрейдов сделаны превращаться победа очки или за здание построены на краю карты или по 2 за каждые два продвинутых товара будет речка или вот за поля за занятые самые дорогие поля то есть вариативность есть и еще один элемент добавляющий вариативности это порты есть несколько фишек портов которые мы тоже перемешиваем и кладем зависимости от количества игроков на разные места то есть есть края с изображением портов кораблей если мы играем 3-4 человека то они кладутся на самые края то есть вот здесь указана стрелочка куда нужно положить то есть вот здесь но так как мы играем вдвоем раскладку для двоих я делаю то здесь показана фишечка вот здесь не знаю видно или нет что два человечка и стрелочка то есть мы случайным образом разместим вот здесь порт здесь соответственно тоже для двух человечков здесь здесь так иконографика очень просто очень понятная поэтому затруднений раскладки никаких нет каждый раз порты разные что такой порт это единоразовый бонус если мы своей деревне цивилизации доберемся на уровень навигации к порту мы можем любой момент пометить его свои своим значком и воспользоваться тем что этот пор дает то есть допустим если у меня навигация прокачана допустим на вообще не прокачана и у меня стоит вот здесь какой-то мой элемент моего моей деревне то я могу в любой момент воспользоваться этим бонусом и превратить то есть отдать любой простой товар и получать 3 ну один раз это выгодно или допустим здесь мы можем получить апгрейд 1 апгрейд бесплатно либо за пол цены в данном случае и еще три победных очка или здесь допустим мясо импортировать откуда-то бесплатно получить в общем это такое это не 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 сильно важный элемент но тем не менее он тоже добавляет вариативности ну и в общем то вот все мы разложили и рассказали все правила с которыми можно начинать играть еще по по первому ходу интересная механика первого хода и подсчета очков но это будет чуть позже чтоб не перегружать сразу большим количеством информации мы начнем игру и будет сразу все понятно итак первый урок у нас будет голубой и в начале раскладки раздается еще а вот забыл еще за вариативность отвечает вот такие элементы стартовой раскладки то есть случайным образом каждому дается то с чего он начинает итак мой клан голубой начнет с 55 монетами одно одним одной бочкой виски и шерстью и пшеницей это может определить стратегию на начало по крайней мере и у виртуальной натальи у нас тоже 55 монет кажется что довольно много денег но они достаточно здесь быстро уходят шерсть молочко и буханка хлеба и так это можно уже как бы сдать обратно или оставить для красоты но тем не менее это тоже добавляет вариативности итак мы получили стартовый набор дальше определяется кто игра кто будет играть первым игроком и по правилам можно это делать случайным образом но во всех остальных турах это будет уже не случайный образ и еще интересный момент что кланы можно раздавать как случайно можно использовать рекомендуемый в правилах и вариант когда мы берем количество игроков плюс один план то есть допустим на двух игроков игроков три клана и последний игрок то есть тот кому выпало играть вторым он первым выбирает свой себе клан и 2 уже выбирает из оставшихся это как бы нивелирует преимущество первого игрока очень хорошее правило надо его учитывать также применять так вроде бы начали вроде бы все мы подготовились к игре правило я рассказал и сейчас начнем игру